Артёмовский городской округ состоит из многих отдельных населённых пунктов, жителям которым хочется знать, что происходит у соседей, как они справляются с теми или иными трудностями, вместе порадоваться маленьким победам. О том, с какими результатами Красногвардейский завершил 2014 год и какая работа была проделана том с посёлка, рассказала его председатель Татьяна Литвиненко. Конечно же, традиционно из года в год нами осуществлялась работа по зимнему и летнему градированию. Проводилось окашивание кюветов, придорожных кюветов. В течение вот уже трёх лет ежегодно нами обновляются или вновь устанавливаются дорожные знаки. И прошлый год это тоже не было исключением. В прошлом году мы установили 31 дорожный знак. Причём к новому учебному году были установлены 8 нового образца дорожные знаки, которые в обязательном порядке должны быть установлены возле образовательных учреждений. Эта работа в том числе была нами выполнена. В рамках исполнения полномочия, закреплённого за ТОМС, обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилого фонда была проведена следующая работа. Была восстановлена муниципальная квартира по улице Арболитовая, дом 12, квартира 2. Был осуществлён ремонт кровли двух муниципальных жилых домов. Это по улице Воровского, дом номер 2, и по улице Ломоносова, дом номер 25. Был произведён частичный ремонт муниципального нежилого здания по улице Дзержинского, 7. В этом здании мы планируем вновь открыть общественный музей посёлка. Были проведены следующие виды работы – это замена кровли, ремонт внутреннего освещения, внутренней системы отопления. Также в рамках федеральных и муниципальных программ проведена работа по обеспечению жильём молодых и многодетных семей. В прошлом году нами были подготовлены соответствующие документы, были даны необходимые консультации для этих семей. И сертификаты в прошлом году получили четыре красногвардейские семьи. Это одна молодая семья и три многодетные семьи. Сертификаты получены на сумму 4 миллиона 290 тысяч рублей. Это очень хорошее подспорье для наших семей. Даже вот уже из той суммы, которую я озвучила, да, и вот всего лишь это четыре семьи. В этом году, кстати, уже получили в том числе сертификаты на улучшение своих жилищных условий. Тоже четыре уже семьи получили. Следующая наша полномочия – на обеспечение мер пожарной безопасности в границах посёлка. В прошлом году муниципальной целевой программой было предусмотрено 330 тысяч рублей. Эти средства были направлены на изготовление и установление на территорию посёлка шести плакатов аншлагов. Дважды проводилось опахивание противопожарных полос между лесными насаждениями и территорией посёлка. В том числе были выполнены работы по обустройству подъездных путей пожарным водозабором. На этом тоже очень коротко хотела бы остановиться. Дело в том, что работы по обустройству подъездных путей к естественным водозаборам нами также уже выполняются в течение ряда лет. Посёлок старый, деревянный, дома находятся в непосредственной близости друг от друга. И поэтому для нас, конечно, является приоритетным обеспечение безопасности и возможностей для работы нашей местной пожарной части. По организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в 2014 году нами обустроено 6 мест для сбора ТБО от населения по одной площадке в каждом микрорайоне посёлка. Вновь остановлюсь на том, что посёлок условно разделён на 6 микрорайонов. И работа по сбору мусора в том числе осуществляется и следующим образом. Нами принимается на весенний, летний, осенний период дворник, который в ежедневном режиме осуществляет сбор мусора, который появляется просто на территории, складируется в определённом месте и нами вывозится. И, кстати, я хотела бы отметить, что эту работу мы проводим вот в таком режиме уже второй, ну, в этом году будет третий год, уже два года проводим. И она имеет, по крайней мере, положительные просто-напросто по себе тенденции в том плане, что посёлок стал гораздо чище, чем это было. Ну и население видит наши, по крайней мере, прилагаемые усилия к тому, чтобы сделать посёлок чище, тоже в этом плане нам помогает. И мы в прошлом году по итогам конкурса на лучший населённый пункт Артёмовского городского округа заняли третье место. Но почему третье место, например, не первое? Только от того, что нами в прошлом году было бы устроено всего лишь четыре детских площадки. Ну, а буланаж, который, например, нас впередил, я не помню сколько, но у них было значительно более. Но дело в том, что мы по территории, разные территории, у нас больше частного сектора, и нам сложнее это сделать, чем, например, на территории посёлка Буланаш. Но, тем не менее, мы за них, конечно, тоже рады. Ну и наши усилия. Ну, конечно же, в прошлом году проводились и работы, связанные с ликвидацией несанкционированных свалок. Хотелось бы отметить, что в прошлом году мы убрали всего лишь восемь таких свалок. Если сравнивать с 2013 годом, это было 19 свалок. То есть вот тенденция к тому, что уменьшение количества, количество несанкционированных свалок, оно тоже имеет место. Ну и, как я вот уже сказала, обустроены нами шесть мест, площадок для сбора ТБО от населения, которые мы, кстати, планируем. Мы их обустроили в прошлом году, но, скажем так, приём мусора мы начнём вот с весеннего периода, с середины апреля. И будут заключаться договора, ЖКХ будут заключаться с теми, кто будет пользоваться этими площадками, будут заключаться договора. Я понимаю, что впереди у нас в этом плане достаточно много работы, но мы надеемся на понимание населения, мы надеемся на то, что всё-таки мы переломим эту ситуацию, и эти площадки в том числе, они будут пользоваться как положено. То есть мусор будет складироваться туда, куда положено, и несанкционированных свалок у нас станет ещё меньше. Тем более, что мы планируем в рамках, если, например, не этого года, потому что в этом году очень много средств статьи благоустройства уйдёт непосредственно на благоустройство территории возле памятников в связи с той знаменательной датой, которую мы с вами празднуем в этом году. Поэтому навряд ли мы сумеем, например, ещё провести работу по открытию дополнительных мест под сбор ТБО. Но на следующий год, я думаю, что мы эту работу продолжим. Следующая наша полномочия – организация благоустройства и озеленения территории посёлка. В прошлом году мы достаточно усилий направили на то, чтобы отремонтировать имеющиеся на территории посёлка мемориальные объекты. Был полностью отремонтирован памятник Усиевичу Григорию Александровичу, это герою гражданской войны, который установлен на предполагаемом месте захоронения именно времён Гражданской войны. Несколько десятков лет этот памятник вообще не ремонтировался. Он был, конечно, в плачевном состоянии. Мы его отремонтировали. Вокруг него установлено новое ограждение. В этом году весной будет продолжено благоустройство и будет разбит цветник. И, соответственно, памятник сразу же вообще получил, ну, сами вот, понимаете, он сразу стало видно, что, во-первых, за ним ухаживают, а, во-вторых, о том, что это действительно памятник. Затем полностью было заменено ограждение возле обелиска на центральной площади посёлка, где у нас проходят все мероприятия. Благоустройство тоже в этом году возле него вот в апреле месяце будет продолжено. Отремонтирован памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Это на улице Серово, возле нашего дома культуры, бывшего дома культуры «Химик». Ну и тоже территория возле этого памятника вновь будет, конечно же, обустраиваться этой весной. И в наших планах вообще подготовиться к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов во всеоружии. Ещё какая работа нами была по благоустройству проведена? Проведена обрезка 32 тополей на территории посёлка, согласно поступивших заявлений от граждан. Хотела бы подчеркнуть о том, что эта работа также является у нас плановой и ежегодной. По сравнению с прошлым годом, в 2013, нами было убрано 24 тополя, в прошлом году 32. На этот год у нас пока есть заявление всего лишь на 6 тополей, но я так понимаю, что население скоро будет подносить, и мы вновь планируем эту работу и в этом году. Дважды в течение прошлого года окашивались места общего пользования. Это центральная площадь посёлка, это Пушкинская аллея, которой мы, наконец, придаём вид действительно Пушкинской аллее. Мало того, что она теперь нами уже второй год окашивается, и все эти вековые липы, которые стоят по краям вот этой аллеи, они уже теперь заиграли, они теперь видны, они уже не в кустарнике. И то есть видно, что действительно здесь была аллея, она уже вот с такими красивыми липами. В этом году мы планируем подсадить деревца. Ну и, соответственно, дальнейшее благоустройство Пушкинской аллеи, в зависимости от тех свободных денежных средств, которые у нас будут на статье благоустройства, мы на эти цели направим. В том числе дважды окашивался наш тоже памятник областного значения Калининский ключ. Он пользуется, скажем так, спрос на эту водичку не только у жителей посёлка, но и в том числе и у артёмовцев. Они очень активно к нам приезжают и любят эту водичку. В том числе дважды окашивались детские игровые и спортивные площадки. Ну и вот я ещё подчеркну, что в прошлом году нами было обустроено с помощью жителей, неравнодушных жителей нашего посёлка, были обустроены четыре новые детские площадки. Также в прошлом году были изготовлены и установлены в каждом микрорайоне посёлка, то есть шесть информационных стендов для населения. Они отсутствовали. Претензии от населения о том, где, какие объявления увидеть, в наш адрес поступали. И в прошлом году нами эта работа, скажем так, по просьбе жителей, она была выполнена. Обустроен снежный городок. Ну тоже это традиционно для нашего посёлка мероприятие. Поэтому был он, конечно, у нас уже не такой, как позапрошлым году, который и в средствах массовой информации. Понятно, что вот мы там немножечко напортачили. Была у нас смешная страшная ёлочка. В прошлом году она у нас была приличная. По организации освещения улиц. На эти цели нам было выделено 700 тысяч рублей, они полностью освоены. Посёлок в прошлом году, в летний период, не отключался от уличного освещения. То есть уличное освещение у нас было круглогодичным. Те замечания, которые по замене ламп нам поступают в течение всего года, это, сами понимаете, такой непрерывный процесс, они нами вообще просто принимаются на заметку, и мы эту работу выполняем. По содержанию места захоронения нами была выполнена следующая работа в прошлом году. Изготовлены и установлены на кладбище дополнительные места под сбор мусора в количестве трёх штук. То есть у нас на территории три стояло уже в течение многих лет, и мы добавили ещё три для того, чтобы население тоже, в том числе, для их удобства, территория кладбища очень большая, она протяжённая, и, ещё раз повторю, для удобства жителей было добавлено три ящика под сбор мусора. В течение всего года нами осуществляется сбор и вывоз мусора с территории кладбища, и впервые в прошлом году была проведена акарицидная обработка, двухэтапная акарицидная обработка территории кладбища. Дело в том, что это тоже поступило замечание уже противоэпидемической, по-моему, комиссии, сделали нам замечание в плане того, что у нас очень много поступает с укусами клещей именно с территории кладбища. И вот эту работу мы в прошлом году сделали впервые, в этом году мы её продолжим, эту работу. В рамках мероприятий, связанных с обеспечением безопасного функционирования Красногвардейского гетеротехнического сооружения, находящегося на нашей территории, нами в прошлом году проводились мероприятия по очистке водопропускных труб, находящихся на территории, прилегающей ГТС, восстанавливались скветы для того, чтобы исключить попадание оттаившей воды непосредственно на дорожное полотно, восстановление проезжей на горной части, то есть когда активное снеготаяние, то тоже подрушение происходит на горной части, то есть в этом плане мы тоже производим определенные работы. Ну и, конечно же, страхование гетеротехнического сооружения. А так я хотела бы сказать, что в настоящее время гетеротехническое сооружение находится временно на балансе нашего жилком строя, которое осуществляют силами подрядной организации, осуществляют ремонт. В этом году, для информации наших красногвардейцев, эти работы должны быть завершены, и мы надеемся на подъем уровня воды в пруду, чего мы все ждем, потому что в прошлом году многие жители нашего поселка испытывали проблемы с водой в колодцах, и спасибо им за понимание, потому что мы проводили, конечно, разъяснительную работу. Плотины, слава богу, ремонтируются не каждый год и даже не каждое десятилетие, и то есть нам просто всем вместе нужно было пережить это состояние ремонта нашей плотины, и в этом году, надеемся, что эта ситуация будет уже у нас устранена, и все будет у нас в порядке с водой. Если говорить о хозяйственной деятельности, то, наверное, это все, но вот можно остановиться на том, что в том числе в прошлом году был осуществлен ремонт здания Томса и помечения архива. Осуществлялся этот ремонт в рамках выполнения программы по анальгосбережению. В здании Томса заменена электропроводка, осуществлен частичный ремонт кровли, потому что это уже опасно были подтекания, у нас были несколько возгораний именно электропроводки, то есть это уже представляло опасность вообще для самого здания. В здании Томса заменены светильники на анальгосберегающие и заменено 50% окон на пластиковые стеклопакеты. Помещение архива также было отремонтировано, у нас большой вообще архив, и это помещение было отремонтировано также с учетом тех требований, которые предъявляются к данным помещениям. Несмотря на уменьшение бюджета, все запланированные мероприятия в Красногвардейском будут продолжены. В Томс поселка и его жителям предстоит еще много работы. Есть уверенность, что она будет сделана с должной тщательностью и усердием.